Добрый день! Военные действия в Украине продолжаются, а параллельно напрягаются ситуации в нашем регионе. Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? Как и насколько это связано с украинскими событиями? И вообще, как может украинский кризис повлиять на геополитическую обстановку на Южном Кавказе? По этим темам будем говорить со старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМУ МИД России Николаем Силаевым. Приветствую вас, Николай Юрьевич. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Гуманитарный кризис в Арцахе усугубляется. Азербайджан установил вентиль на трубопровод, снабжающий газом Карабах из Армении и преднамеренно прекратил газоснабжение, оставив более 100 тысяч местных жителей без отопления в условиях минусовой температуры и рекордных осадков. Более того, азербайджанские войска нарушили установленную после 9 ноября 2020 года линию соприкосновения и вторглись в Аскеранский район. Как Москва расценивает подобные действия Азербайджана? Как попытку дестабилизировать ситуацию, воспользовавшись тем, что Россия занята Украиной? Ведь любая эскалация создает серьезные проблемы для российских миротворцев. Я не могу говорить от имени Москвы, потому что я не являюсь официальным лицом, представителем МИДа или других органов власти. Я могу говорить только как наблюдать. И на мой взгляд, эта ситуация, конечно, тревожная. Эта ситуация уводит все стороны от того, чтобы вести дальше переговоры о дальнейшем регулировании. И это ситуация, которая создает риски, в первую очередь гуманитарные риски. Поскольку мне известно, российская дипломатия работает. Другое дело, что подход России как основного посредника заключается в том, чтобы публично демонстрировать свою нейтральность. Это одно из условий нашего посредничества. И официальные заявления России достаточно сдержанные. Я бы объяснил именно этим. Но, конечно, ситуация тревожная. Фактически безопасность населения Нагорного Карабаха обеспечивает российские миротворцы. С одной стороны, Азербайджан продолжает оказывать давление на армянскую сторону, пытаясь получить новые уступки и, очевидно, будет продолжать политику давления. С другой стороны, Россия, исходя из ряда обстоятельств, сохраняет нейтралитет, пытаясь как-то держать ситуацию под контролем. Армения самостоятельно не в состоянии сдерживать Азербайджан. Министерство иностранных дел Армении 24 марта выразило надежду, что российские миротворцы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы азербайджанские войска незамедлительно вернулись на исходные позиции. В подобной ситуации как можно стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха, если Баку не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию? Как Москва рассматривает данный вопрос? Российские миротворцы находятся в Тарабахе для того, чтобы гарантировать невозобновление военных действий. Однако спектр инструментов, которые есть у Москвы, как у посредника, не исчерпывается миротворческой миссией. И основная работа сейчас идет, эта работа не публичная, и основную работу ведут российские дипломаты, я имею в виду Министерство иностранных дел и военные дипломаты из Министерства обороны. Кроме того, насколько мне известно, к разрешению сложившейся ситуации подключены и компании, которые отвечают за данное экономическое направление, и российские экономические ведомства, которые тоже отвечают за энергетику. В этом смысле ресурсы – это не только миротворцы, и работа идет, работа идет энергичная, о деталях ее публику не посвящают, но, конечно, Россия серьезно относится к тому, что происходит, и принимает необходимые меры. Николай Юрьевич, напряженная ситуация не только в Нагором Карабахе, но и на разных участках армяно-азербайджанской границы, в связи с чем и Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность. Некоторые аналитики допускают вероятность того, что Азербайджан может начать военные действия на армяно-азербайджанской границе, как это и произошло, например, 16 ноября прошлого года. Как это можно предотвратить, если в трехсторонних переговорах, кажется, нет прогресса, договоренности о начале процесса делимитации и демаркации не выполняются, а встреч на уровне вице-премьеров давно не было. Кажется, и переговорный процесс, являющийся единственной альтернативой военным столкновениям, зашел в тупик. Я не могу судить о тупике переговорного процесса, потому что мы не знаем детали того, что происходит. Действительно, те соглашения по процессу делимитации и демаркации границ, которые были достигнуты в прошлом году, пока не выполнены. Однако, для того, чтобы в России или в ДКБ могли более энергично вмешиваться в ситуацию на границе, необходимо, чтобы было известно, как проходит эта линия границ. По поводу процесса демаркации, нам хорошо известно, что здесь главная противоречие – это противоречие политическое, а именно то, что Азербайджан настраивает на включение в это соглашение пункта о территориальной целостности Азербайджана, а Армения полагает, что вопрос о статусе Крабах остается неорегулированным. Кроме того, Россия в последние месяцы, и не только месяцы, на самом деле, начиная с ноября 2020 года, в сотрудничестве с коллегами из Армении предпринимает определенные усилия для того, чтобы восстановить военный потенциал своего союзника. И в этом отношении мы рассчитываем, что и Армения в какой-то момент станет достаточно сильной для того, чтобы гарантировать безопасность национальных границ. Азербайджан представил Армении предложение из пяти пунктов о начале переговоров над мирным договором между Ереваном и Баку. Армянская сторона ничего неприемлемо в этих предложениях не видит, но отправила Азербайджану свои дополнительные предложения и официально обратилась к странам-супредседателям Минской группы ОБСЕ по этому вопросу. Как вы думаете, могут ли начаться переговоры по мирному договору, если конкретных результатов в переговорном процессе по другим вопросам нет сейчас? Вы говорили о тупике, но если стороны обмениваются предложениями, к тому же письменными предложениями, то это сложно назвать тупиком. Я думаю, что здесь есть большое пространство для диалога по разным направлениям. Если стороны не будут обуславливать договоренности в одной области, договоренностями в другой области. Я думаю, что перспективы для продолжения этих переговоров есть. Что касается Минской группы, то разногласия по поводу ее роли известны, но в то же время никто ее пока и не распускал. Понятно, что отношения между США и Россией, Францией и Россией с сопредседателем Минской группы сейчас очень плохие. Однако на фоне этих плохих отношений важны элементы согласия. А элемент согласия по поводу дальнейшей судьбы Минской группы, я скажу так, возможно. Войны и действия в Украине все еще продолжаются, и на данный момент, конечно, невозможно определенно сказать, когда и конкретно с какими результатами, с какими договоренностями они завершатся. Но уже понятно, что ожидаются резкие геополитические изменения. Как может измениться политика России на Южном Кавказе в зависимости от того или иного сценария на Украине, важность этого региона для России возрастет или нет? Как вы думаете? Я думаю, что регион остается важным для России безотносительно того, что происходит на Украине. И у России достаточно сил и ресурсов для того, чтобы сохранять свою роль доминирующей военным отношениям. И, опять же, безотносительно того или иных договоренностей на Украине. Понятно, что там договоренности рано или поздно будут. Понятно, в чем сейчас суть разногласий, на что не соглашается Украина, не соглашается на то, чтобы признавать в зависимости Донецкой и Луганской народных республик, на то, чтобы признавать текучий статус Крыма. В то же время, ну и соотношение сил сейчас тоже понятно. И оно едва ли изменится. Поэтому, конечно, наверное, есть международные игроки, которые хотели бы воспользоваться вот этой сложной международной ситуацией для каких-то своих частных целей. Но здесь ведь в таких попытках есть большой риск «Понятно, что на Западе некоторые аналитики уже говорят о том, что Россия проиграла, о том, что Путин потерпел поражение. Я никаких признаков поражения на Земле, мягко говоря, не вижу. А если кто-то слишком верит этим оценкам, то может сложиться и так, что он об этом будет жалеть потом». За два дня до начала российской спецоперации на Украине президента России и Азербайджана подписали в Кремле декларацию о союзническом взаимодействии. Что это изменит в отношениях России и Азербайджана? Может ли это дать Москве дополнительные рычаги, чтобы сделать Азербайджан более предсказуемым? К каким региональным развитием это может привести? Как вы думаете? Азербайджан очень важный партнер для России, партнер в сфере экономики, партнер в области внешней политики. Россия и Азербайджан разделяют многие подходы к крупным международным проблемам. При этом Азербайджан, ну, как на самом деле и большинство наших соседей, это нормально, всегда был для России, остается партнером сложным, у которого есть свое принципиальное видение по ряду вопросов. Партнер, который, как это продемонстрировала Вторая Карабахская война, готов применять силу для достижения своих внешнеполитических целей. Я думаю, что та декларация, которая была подписана, будет иметь большое значение, поскольку она усиливает российский посреднический потенциал. Этот потенциал еще предстоит полностью реализовать, и поскольку я говорил о том, что партнер важный, ценный для нас, при этом сложный, я не думаю, что он будет, тот потенциал, который заложен в союзнической декларации с точки зрения посредничества России в Карабахском конфликте, что этот потенциал будет реализован быстро, одномоментно. Ну, кроме того, конечно, нам нужно сейчас дождаться исхода кризиса в Украине. Я не думаю, что этот исход будет быстрым. и мне кажется, что здесь очень рискованно торопиться. Торопиться решать какие-то свои частные задачи, посчитав, что этот кризис, исход этого кризиса уже ясен. Я думаю, что с любой точки зрения эта ясность пока обманчива. Мы видим крупное столкновение военное. Мы видим крупное столкновение в форме, по сути, экономической войны, которую Запад объявил России. Мы видим самые разные реакции в мире по поводу этих попыток. Мы видим уже и пределы санкционного давления, которые есть, пределы экономического давления на Россию. Но я подчеркну, вся эта ситуация еще очень далека от разрешения и важно, чтобы другие игроки, важно, в первую очередь, для самих этих игроков, чтобы они не торопились и не ставили себя в положение, о котором они потом будут решить. Николай Юрьевич, есть распространенное мнение, что Россия хочет расширить границы союзного государства с Белоруссией, рассматривая также возможность членства Армении. Как вы думаете, стоит ли подобный вопрос на повестке России? Если да, то как на это могут повлиять развития событий в Украине? Я знаю, что в Армении есть политические силы, которые выступают за расширение интеграции вплоть до вступления Армении в союзное государство России и Белоруссии. В то же время мне пока неизвестные политические силы в России, которые тоже отстаивали бы такой сценарий. Вот именно такой. При этом Россия, конечно, заинтересована в интеграции. Я полагаю, что ее страны-соседи также заинтересованы в интеграции. Эта интеграция проходит по самым разным маршрутам, по самым разным траекториям, по помощи разных механизмов. Да, у нас есть Евразийский экономический союз, в котором действуют определенные условия торговли, условия для финансовых потоков, для рынка труда. В то же время у нас есть и союзное государство, которое не отменяет, а дополняет Евразийский экономический союз. У нас есть ряд двусторонних соглашений с некоторыми странами-соседями, которые также облегчают торговлю, облегчают условия доступа на рынок труда и так далее. И в этом смысле, кстати, если посмотреть на экономические соглашения, вообще экономическую дипломатию между Азербайджаном и Россией, ну, там есть определенное продвижение, хотя Азербайджан не заявляет о том, что заинтересован в Евразии. В этом смысле Россия открыта к самым разным вариантам интеграции в той мере, в которой к этой интеграции готовы ее партнеры. Кроме того, мне приходилось говорить об этом с коллегами из Армении, когда речь идет о вступлении в союзное государство. О чем именно идет речь? Есть набор нормативно-правовых актов и в России, и в Белоруссии, которые описывают взаимодействие двух стран. Речь идет о присоединении ко всем этим нормативным правом или к частей. И плюс союзное государство России и Белоруссии имеют уже очень долгую историю, и в этой истории есть и большие достижения, ну и есть определенные неудачи. я еще помню, как в начале 2000-х обсуждалась тема единой валюты, и спор был о том, должен ли это быть один эмиссионный центр или два эмиссионных центра. И там есть еще много вопросов, которые предстоит разрешить. И поэтому, когда мне говорят о членстве Армении в союзном государстве России и Белоруссии, я сразу спрашиваю, о чем идет речь. Какие именно механизмы предлагаются. И насколько я могу судить, пока проработка этого вопроса не находится на очень высоком уровне. Пока она не очень детальна. Вот когда речь пойдет о деталях, мне кажется, можно будет это обсуждать более предметно. Сейчас мы в России ценим инициативы такого рода, в первую очередь, потому, что эти инициативы говорят о стремлении крайней мере части политических сил Армении к укреплению двустороннего сотрудничества и укреплению двустороннего союза. конкретные механизмы расширения нашего и углубления нашего сотрудничества, мне кажется, можно и нужно обсуждать. Как именно это будет называться, мне кажется, что здесь важно не спорить о словах. Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией, в укреплении нашего союза, а что касается вступления в союзное государство, мне для того хочется обсуждать эту идею, пока не хватает комбинить. Николай Юрьевич, какие изменения могут произойти в отношениях России и Турции в условиях тяжелого экономического и политического давления со стороны Запада, тем более, что Анкара сейчас, кажется, действует очень осторожно, пытаясь не портить отношения с Москвой. Может ли возрасти для России важность Турции? Могут ли отношения двух стран переместиться в иную плоскость в зависимости от развития событий на Украине? Смотря в какую другую плоскость, Москва очень ценит, насколько я могу судить, Москва ценит позицию Турции в том, что касается экономических санкций. Экономических санкций, экономической войны, объявленной завтра. Турция не присоединяется к этим ограничительным мерам. В то же время Турция, например, не останавливает свои военные поставки на Украину. Турция сохраняет свои прежние подходы к ряду региональных проблем, по которым у нее с Россией есть разногласия. при этом Турцию в России считают надежным партнером не в том отношении, что она всегда и во всем поддерживает Россию, а в том отношении, что ее цели и ее интересы понятны и обсуждаем. президент Владимир Владимирович Путин однажды заявил, что ценит Эрдоган за то, что тот держит свое слово. Он говорил об этом публично. И я не ожидаю здесь каких-то решительных изменений, каких-то решительных изменений, потому что и подход Турции к той санкционной войне, которую объявил нам Запад, основывается на турецких интересах, таких как доступ к российскому рынку, доступ к российским энергоносителям, доступ к российским технологиям мирного атома, в случае С-400 доступ к российским военным технологиям. И обрывать это все Турция, разумеется, не хочет. А что касается тех вознагласий, которые существовали раньше, они в большой степени продолжают существовать, но при этом взвешенную позицию Турции по украинскому кризису в России ценят. Спасибо за интересное интервью, Николай Юрьевич. Спасибо вам. Напомню, что с нами в связи был старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев. Продолжение следует...